всем привет это канал без проводов и в данном видео мы с вами рассмотрим вопрос что делать если не работает вай фай функция вай фай это очень популярная очень распространенная и очень удобно очень нужна функция для современного человека если конечно не работает на вашем компьютере в нашем ноутбуке то часто возникает вопрос а что делать как быть куда обращаться и вот в этом видео мы с вами рассмотрим вопрос что можно сделать и какие шаги предпринять самому пользователю для того чтобы решить эту проблему без необходимости вызывать какого-то мастера или какого-то специалиста или какого-то вашего друга знакомого который в этом соображает и вы убедитесь что действительности большинство из этих практически все эти шаги которые мы расскажем предпринять самому пользователю достаточно легко и как правило большинство из них помогает решить проблемы которые возникают да ну мы с вами эту вообще вопрос будем рассматривать на примере ноутбука под управлением windows 8 но нужно понимать что и под управление на ноутбуках под управлением xp или windows 7 по сути предпринимать придется те же самые шаги единственное отличие в действиях заключается в том что разница в операционных системах только в том что как найти ту или иную службу потому что он допустим в xp и windows 8 и скажем искать нужно по разному да но но по сути даже выглядят они зачастую очень похожи или почти динамы и так по порядку вы включили компьютер а вайфай у вас не работает что делать ну первое что мы рекомендуем это проверить состояние вашего роутера подключен ли он работает ли он для этого мы рекомендуем использовать какой-то другой девайс модулем вайфай смартфон или планшет или другой ноутбук включаете и попытайтесь подключиться если подключение есть есть интернет все нормально то значит что с роутером все в порядке значит проблема непосредственно с вашим вот этим ноутбуком на котором нет вайфая и что делать дальше мы с вами вот сейчас посмотрим если же окажется что на роутере подключить к роутеру подключения нет значит два варианта либо сбились настройки роутера и его нужно будет заново перенастраивать иногда такое случается или же необходимо в этом случае или же может быть какая-то поломка на линии то есть или ремонтной работы в каком случае нужно позвонить провайдеру и уточнить этот вопрос как правило провайдер курсе дел где что происходит если есть какая-то поломка или какие-то планы работы то провайдер курсе дел он вам сообщит если же вы подключаетесь к роутеру с другого устройства когда мы возвращаемся на то устройство то есть на ваш ноутбук на котором нет вайфай и смотрим что можно предпринять дальше первое что мы рекомендуем обратиться в службу диспетчер устройств на вашем ноутбуке и просмотреть порядке ли сетевой адаптер сделать это очень просто ну windows 8 делается таким образом на ярлычок пуск меню пуск мы кликаем правой кнопкой мыши у нас открывается список действий здесь мы выбираем диспетчер устройств у нас открывается такое окошко кстати диспетчер устройств как я уже говорил не на windows 7 и на windows xp выглядит точно так у нас нам открывается список устройств которые есть нашем компьютере и нас в первую очередь интересуют сетевые адаптеры мы заходим сюда если какое-то устройство любое кстати говоря на нашем ноутбуке не подключено и не работает то рядом или вместо его названия будет гореть желтый восклицательный знак это устройство не работает в данном случае нас интересует вот сетевой адаптер broadcom 802.1 именно этот адаптер обеспечивает беспроводную связь на нашем ноутбуке и как видите вот у нас никаких восклицательных знаков нет значит наш вайфи адаптер работает если у вас вместо этого название то есть обязательно это вот сетевой адаптер broadcom 802.1 у вас тоже точно так же он должен называться если он называется как-то по-другому и нет вот этого подписи стандарта 802.11 значит это не сетевой адаптер не считает какое-то другое устройство если у вас вместо такой надписи какое-то написано какое-то неизвестное устройство и восклицательный знак или еще что-то в этом духе то значит у вас проблема с произошла с драйверами иногда так бывает компьютер подвергается вирусной атаке и после этого драйвера на устройство слетают ну это на случай если вчера у вас интернет на ноутбуке вайфай был а сегодня вайфай пропал да то в таком случае может быть это произошло из-за какой-то вирусной атаки и чтобы решить проблему вам необходимо просто драйвера переустановить или установить их заново как это сделать мы рекомендуем обратиться вам компакт диску поддержки который должен идти в комплекте с вашим ноутбуком вставить компакт диск ноутбук и найти необходимый драйвер для данного оборудования и установить его после этого восклицательный знак который вы обнаружили в диспетчере устройств должен пропасть как только он пропадает все значит сетевой ваш адаптер работает и по идее проблема решена если у вас нет компакт диска с драйверами мы рекомендуем обратиться на сайт поставщика ноутбуков на сайт производителя и скачать этот драйвер оттуда по идее драйвера в интернете должны быть если вы все это сделали то есть вы установили драйверы драйвер стал нормальная и соответственно пропал тут восклицательный знак все хорошо но вайфая все также нет в вашем компьютере то мы идем дальше выполняем следующий пункт как решать данную проблему следующий пункт это проверка или возможно установка или переустановка драйверов или утилит для клавиатуры вашего ноутбука потому что драйвер вернее сам вайфай модуль он на большинстве ноутбука включается именно с клавиатуры но для того чтобы он включался зачастую производитель разрабатывает специальную утилиту специальную программу которая позволяет включать вайфай при помощи кнопок на ноутбуке как правило используется комбинация кнопок Fn кнопка Fn которая располагается рядом с кнопкой Windows Home и кнопочка собственно беспроводного модуля она так и нарисована на ней так и нарисована антенка и вот вы нажимаете одним пальцем кнопку Fn а другим вот эту кнопку вайфай и тогда вайфай включается повторная комбинация нажатие комбинации этих клавиш выключается и вот если вы нажимаете вот эти кнопки а ничего не происходит то есть ваш вайфай адаптер не включается и вы не видите в трее то есть в правом нижнем углу вот такой вот значок антенна то это означает что вот эти кнопочки они не работают они не включают ваш вайфай адаптер в таком случае мы рекомендуем опять же обратиться либо в диску с драйверами и найти там необходимую утилиту ну как правило это какой-то файл или папка с названием Keyboard Keyboard то есть ну клавиатура что-то стоит либо же обратиться опять же на сайт производителя в интернете найти необходимую утилиту или программу или драйвер и установить ее для того чтобы у вас работала вот эта комбинация клавиш фэн вайфай если с этим проблему вы не решили то в принципе вайфай можно включить на ноутбуке через операционную систему за эти настройки и включить грубо говоря вручную как это сделать как это сделать мы открываем панель управления все так же вот на windows 8 через учетный пункт панель управления заходим в сеть интернет заходим в центр управления сетями общим доступом здесь заходим вкладку изменения параметров адаптер вот здесь у нас будут отображаться все наши адаптеры и вот нас интересует беспроводная сеть то есть ethernet это кабельное подключение это та сетевая плата которая обеспечивает сеть в нашем компьютере в нашем ноутбуке через кабель беспроводная сеть должен быть ну и вот bluetooth то есть нас это интересует в данном случае видите у нас вот эта беспроводная сеть она светится она цветная то есть это означает что этот адаптер работает когда он не работает то он выглядит вот таким образом он черно-белый поскольку он серенький вот у нас написано что он отключен и вы зашли в такое меню видите что вот так у вас вы просто правой кнопочкой мыши на него включите все он включается то есть это на случай если на клавиатуре при помощи кнопочек вы не смогли его нажать в принципе это то же самое что вы нажали кнопочки на клавиатуре что вы сделали таким образом итак вот вы включаете сетевой адаптер после того как вы его включили ноутбук автоматически должен начать поиск доступных сетей и в трее у вас должно появиться сообщение о том что есть доступные сети то есть вы закройте в трейд и смотрите что какие доступные сети есть и выбираете подключаются то есть которая вас интересует в принципе вот это основные скажем пути решения которые вы можете шаги которые вы можете предпринять для того чтобы решить данную проблему если ничего из этого вам скажем не помогло что может быть еще что еще можно предпринять бывает иногда что вай фай адаптер не работает потому что в самом ноутбуке внутри то есть то что мы сейчас с вами делали это программное решение попытка программно решить нашу проблему то есть через программу но бывает что проблема аппаратная ну например вы открывали ноутбук и чистили его от пыли и где то может быть случайно зацепили этот вай фай модуль и там где то отошли контакты ну например там антенна отошли и соответственно вай фай просто вай фай адаптер может не ловить сигнал то в таком случае нужно просто выключить ноутбук открыть заднюю панель разобрать то есть винтики выкрутить открыть и найти этот адаптер и подключить назад если с вот этими антенками все нормально то есть все вроде подключено но вай фай все равно у вас не работает все равно вай фай нету возможно что здесь произошла поломка железа поломка непосредственно самого этого сетевого адаптера что с ним могло произойти например он мог просто перегреться по каким причинам перегревается либо ноутбук сильно запылился и когда слишком много пыли оседает внутри ноутбука то его части могут очень сильно греться разогреваться они перегреваются и просто выгорают такое бывает такое случается это вполне обычное явление вот поэтому именно поэтому рекомендуется сами ноутбуки от пыли чистить но это тоже нужно делать очень аккуратно в принципе вы можете сами это делать но делать это очень аккуратно конечно же никаких влажных уборок то есть это нужно делать при помощи специальных пылесосов пропылесосить ноутбук да но пыли чистить надо потому что если это вам делать то вот такие неприятности как выбирание каких-то запчастей на ноутбуках может быть да если Wi-Fi модуль выгорел у вас то естественно что отремонтировать его уже никак нельзя то есть его ну проблема это уже никакой программы вы не решите нет программы можно восстановить сгоревший модуль то есть как это понять понять очень просто если вы переустанавливаете драйвер на него но тем не менее это ничего не дает то вероятно что действительно у вас именно этот Wi-Fi модуль и сгорел что в таком случае делать не спешите расстраиваться то есть не надо сразу паниковать и уже подсчитывать сколько будет стоить вам ремонт я могу вам подсказать очень простой способ дело в том что и относительно он недорогой но на мой взгляд это будет гораздо дешевле чем нести ноутбук в ремонт ну например сейчас не составит никакой проблемы найти в интернете в интернет магазинах беспроводные Wi-Fi адаптеры на на USB интерфейсе на USB подключение выглядят они как USB адаптер для например вашей беспроводной мышки у вас беспроводная мышка и вот этот Wi-Fi приемничек ее подключаете к ноутбуку вот точно так же выглядит и беспроводной Wi-Fi адаптер наружный то есть вы можете просто купить себе такой Wi-Fi адаптер ну стоил он ну порядка ну 10 долларов 8 долларов то есть относить сравнительно недорого даже может быть и меньше сейчас это давно может быть там 6-7 долларов то есть вы его покупаете вставляете в ваш ноутбук устанавливать вместе с ним в комплекте идет диск с драйвером к этому Wi-Fi адаптеру то есть вы покупаете его устанавливаете драйвер и все у вас будет работать у вас будет Wi-Fi на вашем ноутбуке если выгорел родной Wi-Fi адаптер который был в ноутбуке то можно проблему таким образом решить вот ну и конечно если этот метод вам способ не подойдет ну тогда нужно конечно обращаться в сервисный центр и в сервисном центре там уже вам мастер расскажет что и как будет в принципе мы вот сейчас с вами рассмотрели все основные какие-то поломки которые случаются и шаги или пути их устранили с вами был канал без проводов всем пока до новых встреч до новых встреч всем пока все вам есть Продолжение следует...